Денис Александрович, я требую своих представителей. У меня там Петренев и Пучкова, мои представители. У вас еще нет уголовного никакого дела, чтобы вы не имели права пускать нас втроем. Сейчас они мои будут представителями. А дни от Международной общественной организации, общественный контроль, право, порядок. Требую, чтобы вы их пропустили. Или дайте письменный отказ, чтобы вы их не пропускаете. Вы можете документы по этой организации? Конечно. Вы скажите, что такое что идет? А они есть. У Шелкова они есть, неоднократно вам показывают. Ирина, просят документы у меня по МОДОКП, по Международному общественному движению. Вообще, в какой цели? Достаточно услуг сказали. Зачем нужны какие документы? Дошлем письменно, скажите. Курск вам сообщает, дошлем письменно. Устаж. Все пришлем, да. Все документы дошлем. Я вас помню. Давайте по существу мы тогда. Вы мне представители, вы дадите письменно сейчас отказ, что вы, я хочу быть, чтобы мы все под одним заявлением вместе подписались. Вы пишите письменно, что вы хотите быть представителем. Нет, они мои будут представители. Мало того, что они будут представители, у нас еще одно общее заявление о преступлении. Мы хотим под одним, у нас под одним заявлением о преступлении вместе подписаться. Мы все заявители. Мы все заявители. Все заявители о преступлении, да. Что я сейчас, чтобы треб... Ну, пишите вы, то что. Что, заявление, да, требую пропустить? Требую. Ага. Кому, на имя кого? Так, следователь. Дайте мне ручку. Моего руководителя. Пожалуйста. Так, это... А я у Шакова отвод делаю, мне не нужно. Нет, зама тоже. А кто у вас зам? Тихомиров? А кто? Хасанов. Хасанов тем более отвод. Хасанов, он прикрыл все преступления, которые я подавала. Он их переквалифицировал как сообщение, как просто сообщение. И вообще их не рассматривал. А у меня были заявления о преступлении. Ну, напишите на Ушакова. Нет, Ушакова у меня отвод в связи с тем, что он совершалось преступление, а он не оказал... Ирина, что он не оказал? Напишите просто на следственный отдел. Да, Бастрекину могу. На имя Бастрекина. Я еще Бастрекину пока доверю. Следствую, бездействую. Да, бездействую. Так, кому? Руководителю? Нет, руководителю... А Бастрекину? Нет, я вот кому. Руководителю Следственного комитета Российской Федерации. Путину. Путину. Путину? Нет, я вам поставлю в известность, что он руководитель Следственного комитета Российской Федерации. Бастрекину ему подчиняются? Да, Путину от Левушкиной. Так что, заявление, да? Заявление требую пропустить для дачи объяснений по одному общему... Правильно, Ирина? По одному общему заявлению... Да, да, заявление о преступлении. А может, мы Ирину пишем? О преступлении. Участвующее лицо. Ирина, вас надо как... Я пишу, как участвующее лицо. Вписать вас как участвующее лицо, вот тут предлагаю. Можно вписать, можете так. Хорошо. А также... Да, впишите, впишите. А как вас вписать, Ирин? Так, вы заявление преступлений. А председатель общественного бюджета напишите. Так, Романа Петренева. Так, Пучкова Ирина. А также председателя Международного общественного движения. Международного общественного движения. Общественный контроль правопорядка. Иванову. Ирину. По средствам... А есть сайта? Угу. По средствам... Международное. Международное общественное движение. Общественный контроль правопорядка. По средствам, Марин, как? Ватсапа? Да, связи, связи, телефоны, связи. Ну, ватсапа тоже так. Пишите ватсапа. Общественный контроль правопорядка. Угу. Так, мне адрес тут надо вам писать или достаточно фамилия моя? Ну, чисто. Угу. Так, сегодня у нас какое число? Четвертое. Ну, четвертое, десятое. А, давайте напишу. Пишу на имя, потому что в связи с недоверием, да? Да. Да, пишу заявление так. Вот здесь подпишу, так как не доверяю, да, кому? В связи с недоверием. Наверное, да. Здесь подписать или внизу? Или вот тут подпишу. В связи с недоверием, да? В связи с недоверием. С недоверием. Ирин, есть такое слово в связи с недоверием? Я про Ушакова. Да, да, есть. В связи с недоверием. Да, 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 пишите, есть. Руководителю. Руководителю СО по городу Щелково. Ушакова. Так, и руководителю. И соучастие можете написать. Ну, это мы сейчас в этом. Нет, это заявление. Ну, да, руководителю. Но это мне могут... Могу дать пояснение. Напишу. В связи с руководителю Следственного комитета по Московской области. В связи с соучастием, да? С тем. Правильно, Ирин? В связи с соучастием в преступлении, да? По средствам без... Да. Ага. По средствам бездействия. Ага. О, вы сегодня в форме. Вот вы как-то с вами даже... По-другому. Заявление. Заявление, вот, все. Это же специально. Ну, и правильно. Вот вам так нам всем надо, чтобы было понятно, что со мной или гражданское лицо разговаривает, понимаете? Или должностное лицо. Уже никуда не двигаешься, да? В форме все уже, да? Ну, конечно. То вы со мной просто беседовали до этого. У нас были просто беседы. А сейчас вы в должностной форме вы обязаны следовать своим законам. Правильно? Конституция. Ну, это дисциплинирует. Не, не дисциплинирует. Дисциплинирует. Это две разные вещи. Когда вы в гражданской форме, вы сидите как гражданин. И мы с вами общаемся как гражданин с гражданином. А когда вы в форме, мы с вами общаемся как должностное лицо и человек. Или гражданин, да? Сейчас вы в качестве кого меня видите. Вот это две разные вещи. Так, ну, принять, да? Ну, я не знаю, как у вас, вы, у вас ваши правила, какие ваши законы. Мне надо, чтобы было в рамках все закона. Если у нас законы действуют в нашей стране, у меня все в рамках закона. Если у нас беззаконие и, как вам сказать, по понятиям, то давайте тогда и все остальное по понятиям. Правильно? Ну, в Щелковском районе у нас все по понятиям. Почему, Денис Александрович? Это ваше персональное мнение. Как я вам принесла 333 доказательства, что у нас законы в Щелковском районе, они не действуют. Да нет, вот мне все ведет по запись. Нет, мы сейчас, давайте продолжим. Я не куда... Я не говорю, представите. Я думаю, сейчас вы меня опросите, а потом пригласим их по данное заявление, чтобы туда-сюда ходить. Я что, вам девочка? Нет, я тре... Нет, меня опросите и потом с их участием в дальнейшем, когда мы будем говорить по преступлению приставов. Сейчас мы про судью с вами. Сейчас я вас опрошу, вы спуститесь, я рассмотрю это заявление. А как вы можете рассмотреть, если это на имя Бастрыкина, ой, Путина? Ну, может, так что нужно... Просто требую сейчас... А как тогда я... А, ну давайте на имя ваше напишу. Правильно? Я же сказала, на ваше имя надо писать. Ну, зачем вы на руководителю? Зачем? Я хотела же следователю изначально написать, чтобы вы его рассмотрели. Здесь, Алексей, давайте мы их пустим, мы вместе посмотрим видео, мы все посмотрим, как что было, и пойдем дальше будем заниматься другими рассмотрениями преступлений. У нас... Аня, Аня, нам нужно, чтобы он зарегистрировал и выдал КУСП. Аня, нам нужно, чтобы он рассматривал КУСП, пусть он выдаст и обеспечит сохранность доказательств видеозаписи и так далее. Его задача принять сообщение о преступлении и дальше передать. Нет, Ирина, смотрите, мы сейчас пишем заявление, что требую пропустить для дачи объяснение по одному общему заявлению о преступлении Романа Петренева. Я поняла, какие-то обращения он... Так его задача принять у вас сообщение о преступлении. Да, он же его... Он должен его рассмотреть. Чтобы приняли. Ну вот я и требую, а он говорит, пишите заявление. Я не должен его рассмотреть, он должен его принять. Принять от вас сообщение о преступлении. КУСП у него требуйте. И направление в соответствии с отводом. КУСП у вас, вот вы нам выдавали. А рассматривать ему ничего не надо. КСП? КРСП? Меня запутались. Денис Александрович, вы специально так запутываете граждан? Ну, когда так вы заявляете, какие-то доказательства вы должны быть обеспечены. Таких наук. Видеозаписи, а то свидетели. Вот это пусть подберет в первую очередь. Вот смотрите, сейчас у нас стал вопрос. Я написала заявление, требую пропустить, да? Романа Пучкову, на имя Путь. Он говорит, я пойду сейчас его рассматривать, спускайте вниз, я рассмотрю и вас приглашу. Зачем ходить-то? Немедленно пусть рассмотрят. Куда ходить-то надо для этого? Ну да. Я немедленно не могу. Закон читать будет или чего? Вот прям пусть сейчас и рассмотрят. Сейчас рассмотрите. Знаний не хватает, что ли? Хорошо. Не хватает знаний у вас, правильно, сейчас это сделать? Сейчас, в настоящий момент, на вот СССР будет хватает. Знаний. Ну а как мы, давайте тогда нам другого исследователя, если у вас не хватает знаний. У нас серьезное дело. Я считаю, что знаний не хватает. Давайте, Аня, дайте пока свои показания и потребуйте курс. А потом придут другие, вы с ними. Вы ходите рассмотрим. Давайте, по-моему, поменять насчет меня пока. Пока еще здесь у меня будет. Давайте, мы сейчас вам покажу. Вы мне дайте, что сделано по тому. Какой-то у нас КРСП было номер. По моему заявлению. Что вам дать? Ну, какой, вот сейчас вопрос, по какому будем? По судье. Я сейчас пришла к вам. По судье. Какое-то? 347. 347 КРСП, правильно? Да. О, регистрация сообщения о преступлении. О, от какого числа, чтобы понятно было? 23-го. 23-го. Вот, мы там просили истребовать видеозапись как доказательство преступления, совершенное должностными, ну, под вопросом должностные это лица или это вообще просто как говорится, они просто одели мантию и представляются. Ну да. Да? Мы еще не знаем, на судья ли это, приставы ли, вообще, может быть, это как-то в этом здании, вообще, что организовано, мы не знаем. И вообще, суд это, судья ли это, приставы ли это, мы это не знаем. Друзья, там, наверное, на камере будет видно, прям, как она там, если как можно, если бы он есть, этот приказ, чтобы его, как вы сказали, убить. Ну, она прям показывает его знак, показывает, бить, ну, показывает, что у них есть. это значит, не бить человек. Ну, я говорю, что там сговор лиц. Субтитры сделал DimaTorzok